Собрались мы до стола. Мы уже частично про него поговорили, про свет над ним. Но какой он красавчик и какие красавцы стулья. Стол мы заказывали, Скок Дизайн, по-моему, называли. СК Дизайн? Нет, Скок. По-моему, из Тюмени ребята. У нас не только этот стол. От этих ребят еще и тумба по телевизору. Мы там еще одна тумбочка, мы потом посмотрим. А стулья мы брали в Гранд Мебель. Я хочу просто показать, какие они прямо красавцы. Удобные, гладкие, прям матовые, супер стулья. На них сидеть очень удобно. Так, хорошо, идем дальше. И давай сразу покажем гостиную, гигантский диван. Давай, жги, откуда диван? Диван мы искали попой. Прекрасно. Ребята нам, то есть они, наверное, давали бы нам какую-то рекомендацию. Но мы решили все сделать по-своему. Когда мы сели на этот диван в салоне, мы не смогли с него встать. Он огромный, в него можно залезать ногами. На нем можно спать. На нем можно делать все, что угодно. Он действительно очень мягкий. Прям рекомендую. Он не раскладывается, этот диван. Как бы мы исходили из того факта, что раскладывающиеся диваны, они все-таки жестковатые. Ну да. А у нас за этим был жесткий диван. И мы все-таки хотели, чтобы он был помягче, чтобы у него можно было утонуть. Фирма, насколько я помню, называется Гранд Мебель. А вот смотри, у вас же кошка. Причем длинношерстная. Ткань антивандальная. Ее очень тяжело поцарапать каким-то образом. Поэтому ничего с ней не происходит. На нее мы уже что-то и проливали, и пачкали. И вот тряпочкой протерела, и все хорошо. Второй вопрос по гостиной. Это деление на зоны и вот эти вертикальные рейки. Тоже не помню, где просмотрела. Я сказала, ребятам, что так хочу. И ребятам сказали, окей. Если честно, я вот к тому, как, с какой последовательностью они приклеены, я никим боком не отношусь. Это вот ребята сами все клеили. В нашем случае они работают очень хорошо на вытяжении потолка. Все-таки потолок низкий, и визуально это приподнимает все. А из чего ты не знаешь? Насколько я помню, это Орак Декор, то есть полиуретан. Аккуратненько так покрашена, и краска хорошо легла, и цвет краски такой глубокий. Чем красили стены? Эта краска называется Копорол. В прошлом ремонте на прошлой квартире у меня была матовая краска. Так. Дизайнерская, которой невозможно было дотронуться пальцами. И тут я сказала, ребята, мне нужна краска, которую можно терять губкой. Вот мне посоветовали. Не скажу, что она там супер матовая. У нее есть какой-то небольшой легкий такой отблеск. Но ты знаешь, протирать ее одно удовольствие. И никаких пятен, ничего на ней не остается. Мне кажется, она супер антивандальная. Еще приглядела вот этот столик прикольный, прикроватный. Они удобные такие, задвижные. Да, один из двух столиков они шли в комплекте, это SK Design. Вон та тумба, мы поняли, да, откуда, оттуда же, откуда и стол. А она просто выглядит, знаешь, как будто ретро, нео-СССР стиль. Да, ребята вообще, в принципе, делают мебель в таком стиле. Нам очень понравилось. Ну и она как-то сюда вписалась. Тем более у нас здесь натуральный пол, и хотела что-то натуральную, какую-то тумбу. Знаешь, что мне нравится? У вас вот живет кошка, и здесь там одна для нее когтеточка. Тут вот на другой стороне водичка у нее, кормушка. Вот все есть, что нужно. И вообще очень уютно за счет вот этих маленьких деталей. Вот эта подушечка приземлилась, там пульты лежат. Ну, видно, что, короче, ты здесь живешь. Ну, да, я на самом деле не сторонник какого-то там минимализма или еще чего-то. Я люблю уют. У меня очень много вещей, которые нужно тоже куда-то класть. И вот все вот эти вот коробочки, корзиночки. Это, кстати, сляредут. А, прикольно. Ковер тоже сляредут. Я, знаешь, еще хочу про радиатор у тебя спросить. Он прям красавчик. Да, радиатор мы, конечно, меняли. Это КЗТО, по-моему. Ну, и красили, соответственно, в цвет, который нам сюда подходит. Они все такие, во всех комнатах именно такого стиля. Двигаемся в другую комнату. У тебя необычная в спальню дверь. Давай пока туда не зашли, поговорим про нее. Да, дверь достаточно необычная. Она закрывается вот таким образом. С дверью мы, конечно, намучились. Нам ее делали в общей сложности порядка полугода. То есть заказывали мы ее в августе прошлого года. Поставили, в конце концов, нам ее в феврале. Нам ее несколько раз меняли. Потому что то они выпилы не в том месте сделают. То они привезут кривое полотно. То они привезли доборы не нашего размера, хотя в договоре был тот размер, который надо. В итоге все равно эта дверь, она не до конца закрывается. Потому что по правилам, как нам сказал установщик двери, который второй раз устанавливал эту дверь, у нее должны быть другие наличники. Вот этот наличник, толщина наличника, она мешает закрыться этой двери до конца. То есть по-хорошему она должна складываться и упираться прямо совсем в стеночку. Механизм создан именно для этого. Она того стоила? Нет, она того стоила, да. Она не до конца не закрывается, но она очень классного цвета. Она функционально сюда действительно очень хорошо подходит. Поэтому, да, я довольна.